Вот, знаете, какое ладжество получилось? Сейчас 17-е число, и я еду, как бы, ну, прощаться с Геной. Там история такая, что он уезжает жить, работать, учиться в Санкт-Петербург. Привет, Саня! Я, как и обещал, записываю тебе видео из Питера. И ему уже, ну, получается, вот через несколько часов надо будет ехать в Уфу в аэропорт. Так в чем дело там? Я опубликовал в группе, что сегодня по-любому будет влог, ну, то есть, там, прощание и так далее. Сука, я вот, как только я вышел из дома, сел в машину, обмел ее немножечко щеткой, и я обнаружил, что, сука, я флешку в камеру не вставил. Но сегодня я себе точно что-нибудь отморожу. Там еще Гену, короче, припашем, немножечко там позаписать видео, потом он нам это все скинет, и я это все впилю в один большой влог. Субтитры сделал DimaTorzok Бесит, что приходится убавлять печку ради того, чтобы что-то сказать или продемонстрировать, ну, потому что она шумит очень сильно. Ее мама на телефоне, ее дочь так хочет быть со мной, со мной, со мной, со мной. Я забиваю ей полный крестик, это мой благо. Так вот, вернемся, машина не заводилась около двух дней, сейчас у нас примерно минус 20 с лишним, ну, 22 может быть. И, в общем, попробуем его завести, машину. Первая заводка идет такая, то есть качается бензин, выключаем зажигание. Второй раз. Слышим, опять насос качает, еще раз. Он еще раз качает бензин. Надо это делать для чего? Чтобы именно смесь бензина в моторе была богата, то есть чтобы, ну, увеличить шанс, ну, чтобы быстро машина, короче, завелась. Все, сейчас не заводится, ну, этот насос не качает, значит, можно заводить. Обязательно выжимаем ногу на сцепление, чтобы не было нагрузки на коробку, потому что в коробке у меня масло залито густо, и рычаг очень так тяжело двигается. И пробуем, в общем-то, завести. Так, ну, вот, в общем-то, машина завелась. А уф, машина наконец-таки прогрелась, ну, это, можно сказать, с натяжечкой. По крайней мере, температура немножечко поднялась на датчике. И это хорошо. Вчера я сюда положил сабвуфер. Вот он, кстати, лежит. Вот. Он задубел. Очень сильно задубел, реально, то есть его надо отогревать. Он реально дубовый. Я не знаю, с чего подвес-то сделан. Он, походу, сделан из резины. Вот, в общем, какой я саб примерно у генки забирал, такой и отдаю. Ну, то есть это уже не генам. Расскажу я вам пока сейчас всю историю. В общем, ну, довольно-таки давно я не катаюсь. Сейчас минус 24 градуса. Бензина у меня мало, нету практически, еду на газу. И, собственно, из-за этого у меня загорелся чек-энжин. Сейчас я не знаю, скорее всего, даже газ начали как-то разбавлять. То есть, езди на бензине, все good, все нормально. Как только вот переключаюсь вот здесь на газ, и вот, вуаля, пожалуйста, загорается чек. Повезу саб. Вот этот вот, сзади вон, короб там еще лежит. Мне Гена дал погонять свой сабвуфер, взамен я ему вернул свой. Потом я, ну, когда уже поменял на более мощное железо. Ну, в общем, то я решил продать. То есть, ну, я Гене предлагал, типа, говорю, на, забери у меня. Ну, что он, типа, у меня лежит, чужая вещь. Он говорит, нет, мне не надо. Но я так и подумал, что Гена, считай, уехал учиться в Уфу, и все, ему там ни машины, ни сабвуфер не надо. Я его продал. Сейчас у меня такая проблема. Надо будет найти такой бюджетный сабвуфер, засунуть его в короб. Сейчас его Гена достанет. И уже отдать, отдать владельцу. То есть, это даже не гений сабв, это его друга. Ну, вообще, там ситуация такая прям запутанная, неудобная получилась. Получилось так, что этот сабв, он тоже брал у знакомого. И этот знакомый спохватился спустя полгода, что, типа, блин, типа, Ген, давай мне сабвуфер отдашь. Вот, и я такой думаю, типа, ну, блин, окей. А я тот продал, и надо было искать. Да с этой саморезы я Геннадз найду, без проблем. Нет, в смысле, того же не потеряешь. Нет, ладно. Я, короче, не хочу показывать своему отцу, что существуют такие маленькие сабвуферы. Привет твоим подписчикам, твоим фанам. Ну, сейчас такой момент, что я прощаюсь со своими всеми вот этими долгами. Отдаю сабвуфер. Куда-нибудь я проеду. Всё, спасибо. Чё ж вы вылазите все? Дружище, давай, спрячься. Всё, просто. Ты ж ещё одна машина. Да что ж у вас так много-то? Во дворах тем более. Ты хочешь поменять? И, наверное, постригусь. Потому что за всё это время я хорошо оброс. Правда, верхушку я стричь не буду. Я буду состригать только с боков. Единственный минус. У меня разрядился телефон. О, он включился. А знаете, как я вернул к его жизни? Когда я ставил на улице, передавал сабвуфер, ну, он задубил. Я недолго думая, его вот так вот ставил. Ну, то есть, главное, чтобы он не трёсся, короче, держать его, поддерживать. У него поступает тёплый воздух. Ну и, пожалуйста, всё, батарейка вновь живая. Да, да, ребята, почему я сейчас еду без музыки? Вот вам наглядный пример, что происходит с сабвуфером, когда он замёрзнет. Он, ну, в прямом смысле замерзает. То есть, вот эта вот резина, она, если выдать сюда очень много мощности, она может не то что, блядь, порваться, она сломается. Потому что она очень сильно затвердевает. Всё, расправились, короче, мы с долгами. Отдали в сабвуфер И знаете какой там ляп получился Небольшой совет от Кэпа На морозе лучше Прогреть салон Потом слушать динамики на малой мощности Ну а потом уже въебывать Но все равно как бы Многие говорят Автозвукеры что зимой Результат вы как бы никакого не добьетесь То есть такого большого валилова Не будет То есть как это летом Мне и сейчас кажется что у меня сабвуферы как будто стали слабше Хотя там новый аккумулятор поставили То есть блин с этим все нормально Но вот именно из-за погоды Из-за того что мы сидим в куртках То есть на нас вот это вот Давление басовое меньше Меньше влияет И тут очень много факторов И их все надо учитывать Не надо вот именно Сильно нагружать систему То есть системы все нормально Это просто условия не те Вот этот вот блин Мистери не влезал В сабвуфер Ну то есть в сам ящик Хотя ну калибр тот же 12 12 дюймов И я такой думаю Бля, что делать? Но потом он как бы Парниша вроде понимающий оказался И сказал Ладно это тянуть Типа херня Я там напильником подпилю Если что там это И засуну все нормально В общем Все Ладно Про эти сабвуферы хватит Сейчас у меня какая миссия Надо заправить бензин Потому что у меня уже Очень долгое время горит лампочка И как бы это плохо не сказалось Что у меня допустим Закончится газ Я это Ну вовремя не пропалю И у меня при этом Не будет бензина А машину пригревать Надо строго на бензине Потому что На газу она работает нестабильно То есть на холостых Она у вас может заглохнуть Так вот Сейчас доедем до заправочки И как я и говорил Поедем стричься Я набоярил Своему фрикмахеру Он уже работает И все нормально В общем-то День Можно так сказать Продуктивный Ну как-то так Пока может быть Получилось сомнительно Но в дальнейшем Будут волосы Больше, больше, больше И вот такие хвостики Что ты спросил Насчет планов Планы найти работу Здесь и остаться В Питере Я тебя уже звал сюда И зову тебя еще раз Я тебя буду ждать здесь Как вам договоришь Летом Ну что ты как кончила Чего? Ну блин Ну ладно